Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, продолжаем играть в игру Луны Тюнес. Ну что же, давайте посмотрим, что мы здесь с вами насобирали. И начнем, наверное, с вами с сундучка. Так, давайте посмотрим, что в нем. Открываем и смотрим. Так, деньги, опыт, кирпич, магнит, в общем, довольно неплохо выполнено. Так, у Элмара полено. Оу, Банни, ты меня порадовал. Так, Фогарн не особо. Так, тут листик. И кто еще? Ага, вот еще у нас здесь. Так, гидрант. Ну и, по-моему, все, да? Да, ребята, больше ничего, к сожалению, нету. Так, давайте назначать. Вот сюда его, а этот можно открыть. Ну, выставляем охрану, это понятное дело. Назначили. Так, подожди, а где сундук-то? Эй! А куда он делся-то, ребят? Я не понял. Ха-ха. В чем прикол-то сейчас был? Здорово просто. Меня накололи. Сундук не открыли, и он куда-то исчез. Ладно. Так, мы с вами сможем что сделать, ребят, в дальнейшем? Давайте, наверное, назначим задания очередные. Так, надо нам вот этого. Иди, отправляйся на охоту, Элмар. Так, Фогарн, исследуй лес. Сейчас, как раз то, что нам нужно. Какие-то новые тут у него прибамбасы. Так. И, ну-ка, давай-ка глянем, наверное, тебя. Да, наверное, делай фотографии. Мне как раз нужна золотая клетка, гидранты, все, что полагается. Камейжор. Оу, тоже неплохо довольно-таки. Смотрите, даже можно выбить карточки. Пускай идет, делает. Так, ну и что? Еще три осталось. Нет. Пепе мы не будем давать задания. Так, а порсенок? О, тоже неплохо. Ну что, задания мы распределили. Теперь давайте смотреть, что у нас доступно здесь. Так, в городок. И мы можем с вами улучшить парфюмерию. Ага. Хотя, ну ладно, давайте, наверное, сделаем. Тут как раз надкусанное яблоко какое-то. И, кстати, ребята, скоро мы с вами получим 19-й левел. Забираем здесь ежедневные задания наши. Замечательно. Ну, вроде бы как все. И можно, наверное, отправляться на арену. Драться? Так. Оу, золотой сундук. Наверное, мы с него и приступим. Так, давайте наберем себе команду. У него силы не так уж и много. 1023. Так что, думаю, должны будем сейчас разобраться с ним. Кого нам взять-то еще, а? Ну, давайте, наверное, Бернарда возьмем. Да, и начнем потихоньку разбирать. Так, кто тут и что тут и с чем их всех едят? Ну, что ж, давайте, наверное, начнем тогда с Фогарна. Получи и распишись. Так, минус 78. Так, этот у нас Траусенок, как обычно, делает тут ураган. Не понял сейчас юмора, конечно. На, вазанка сена. Не добили почему-то. Хм, странно. Готов. И теперь будем... Давайте, наверное, баней разбирать. Так, отлично. Так, Фогарна мы ставим в стойку. Это естественно. Ага, со своей тыквой. Ну, ладно. Как-нибудь мы это переживем. Да, хорош. Бани. Опа-на. И понизил скорость он нам, а? Вот засранец. Так, хорошо. Давайте тогда Страусенка выведем из строя. Опять он со своим бип-бип. Делает здесь ураган. Ну, что ж, давайте подхилимся маленько. Отлично. Да, он достал уже. Что у него так... А, у него, смотрите. Супер скорость. Поэтому он за один раунд может аж несколько раз сходить. Но уже, к сожалению, не сможет. Потому что мы его ликвидировали. Так. Остался у нас тут кто? Гектор. Гектор. Пока, Гектор. Было приятно с тобой увидеться на этой арене. И мы получаем три звезды и, соответственно, три билетика и сундучок. Однозначно мы его сейчас поставим в банк. И охрана. Где у нас тут охрана? Давайте выставлять. Так сделаем. И вот так. Отлично. Пускай они стоят у меня, защищают. Ну что, наверное, мы будем с вами дальше продолжать. Мы будем копить уже несколько билетиков. Не так, как раньше было. Три. А штучек десять, одиннадцать. И будем потом скопом всех открывать. Так оно интереснее как-то. Давайте, наверное, свинюшку возьмем. Ну и... Даже не знаю. Блин, кого взять-то? Давайте, наверное, Бернарда. Поехали. Так, и... Ну здесь должны мы справиться. Не такой уж сильный у нас оппонент. А вот насчет пенелопы-то, конечно, это зря. У нее, как вы помните, врожденный скилл на уворот. Поэтому мы ее будем в последнюю очередь. Вот именно ее. Смотри, что делает, а. Из-под тишка со спины напала на моего Фогрена. Да елки-палки, только не надо. Только не это, а. Сильвестра почти разобрали. Так, Фогрен взял на себя ответственность за всю команду. Будет получать от всех теперь у нас люлей. Лишь бы он продержался, а. Так, давайте мы тоже вазаночкой. Ты смотри, каждый, кому не лень атакует. Ну, не так уж, конечно, сильно, но... Все равно обидно. Так, Банни повышает атаку себе. Ну-ка, Пиги. Не справился с заданием, а. Ну, Ковбой-то, конечно, справился. И еще разок. Отлично. Ну, думаю, Даффи сейчас у нас доиграется. Получи. Ха, снизили ему атаку. Опа-на. А вот это что-то новенькое. Он умудрился увернуться от удара ковбоя. На-ка, получи. Готов, огурец. Так, погодите. Фогарна надо нам как-то, чтобы он прожил. Иначе мы не получим сундука. И давайте отхилимся маленько. Ну, и последний удар у нас будет делать Ковбой. Все. Победа за нами. Получаем с вами три звезды. Очередной сундук. Три карточки. Ага, все замечательно. Ну, что ж, давайте его тогда ставить в ячейку. Для того, чтобы он активировался. Вот сюда мы его назначим. Так, кого тут... Погоди, а в чем проблема-то? Я не могу врубиться. Сила команды. Что-то я не понял. Что это сейчас было? Ну-ка, давайте-ка еще разок. Так, назначить. Ага, подожди. А, вот, все нормально. Не знаю, что это такое за глюк был. Но, тем не менее, мы выставили. Так, ну что, три сундука у нас есть. Оу, ребята. Поздравляю нас с девятнадцатым уровнем. Это очень и очень хорошо. Тут пока у нас ничего нету. Так, давайте продолжим с вами. Наверное, еще один бой сделаем. И будем уже вскрывать карточки. Энергия у нас пока позволяет. Тридцать всего осталось из пятидесять одного. Так, что можно, в принципе, разобрать. Так, кого бы нам выбрать? Ох, тут две тысячи силы. Это довольно сильный противник. Давайте, наверное, вот с него. Так, тут у нас Пенелопа, Пепе, Бандит и Бойскаут. Ладно, я думаю, сейчас мы с ними справимся. Какой-то сезон утки начался, что ли, у нас. Получается так. До этого у нас, я напомню, был сезон этого. Кролика. Баксбани. Опа, на минус восемьдесят три. Ну что ты, что ты делаешь? Ах ты, елки-палки, Пепе. Начал махать своей Пепе. Понятно. Всех отравил. Ну-ка, давайте подхилимся. Так, Пенелопа, успокойся, а. Давайте, наверное, мы... Да, можно, в принципе, даже, думаю, просто выстрелить. Викошет пока рано тратить. Успокойся, а, бандит. Так, Фогарн. Ну, получи. 103, довольно неплохо мы кританули, я вам скажу. Давайте теперь этого. Вот так вот. Так, Пепе бьет дубинкой. Мы добиваем, наверное, бандита. Так, Пенелопа опять тут за свое. Из-под тишка, со спины, а. На-ка, Викошетом. Вот о чем я вам и говорил, а. Слишком хорошо у нее развито уклонение. Так, ну я надеюсь, что мы успеем здесь добить. Правда, у меня у Фогарна очень мало ХП. Ай-яй-яй-яй-яй. Очень и очень плохо, ребята. Успеем, нет? Надо как-то успевать. Ай, все. Фогарн у меня, ребята, не выживет, потому что он отравлен. И на следующем ходу он у меня погибнет. Все, к сожалению, он уже погиб. И мы не получаем с вами сундука. Хотя, в принципе, сундук нам сейчас и не нужен. По большому счету. Я больше сейчас дерусь за билетики. Так, получи-ка. Смотри-ка, не увернулась. А сейчас. Все, мы победили. Ну, правда, с двумя звездами всего. Так, мы получили с вами наковальню. Зеленую. Это хорошо. Так, ну что. Давайте-ка с вами проведем, наверное, еще один бой. И уже потом начнем крутить рулетку. Так, что тут можно выбрать, а? Давайте-ка вот так попробуем. Ральф-вампир. Ну, по крайней мере, в костюме вампира. Так, давайте, наверное, свинюшку нашу. Кстати, свинюшку нам надо как-то прокачать. Может быть, поднять левел. Ну, а желательно вообще, конечно, сделать ему эволюцию. Или поднять по рангу. Так, давайте, наверное, с Ральфа начнем. Опа-на. Минус 93. Он довольно такой слабенький, я смотрю. По защите. Поэтому как-то не особо мне он нужен. Ну, как персонажа я бы, конечно, его хотел. К себе в команду. Может быть, он просто здесь не прокачанный. Так, отхиливаемся. Давай-ка, Банни, получи по полной программе. Так, Фогарн, в стойку давай, вставай. Так, повышение защиты повесил всем Бакс Банни. Ну, я думаю, что это не спасет здесь никого. Уйди отсюда, курица, а. Смотри, что делает. Из-под тишка опять, а. Ну, Сильвестр, не подкачай. Молодец, умница. Так. Снизили атаку мы Пенелопе. И это хорошо. Добиваем, наверное. Все, все идет как нельзя лучше. Так, готово. Сейчас мы курицу эту тоже быстренько забамбахаем. Получи и распишись. И будем уже с вами вскрывать. Точнее, вскрывать. Не вскрывать, а крутить. Крутить рулетку. И, надеюсь, нам что-нибудь хорошее выпадет. Так. Так, два листочка нам дали. Ну, а сундук нам придется, ребята, выбросить. Потому что у нас для него нету места, к сожалению. Как это ни печально, но... Выбор сделан. И давайте, наверное, мы с вами кого-нибудь укрепим. Поднимем левел. Я думаю, что это будет у нас Фогарн. Так. Давайте-ка. Сколько у меня там пробирок опыта. Ох ты. Неплохо повышает вот эти пробирочки. Ну, давайте тогда уже... Оу. Тринадцатый левел он получил. Так. Ну, четырнадцатый. Даже выше можно поднимать. Ребят, смотрите. Ну-ка, давайте по максимуму. Сколько у нас получится. Все, в него вольем сейчас. Ну, давай, давай, давай. Быстрее. Ну, чего ж так медленно-то? Так, это у нас будет сейчас пятнадцатый левел, да? Так. А на шестнадцатый, наверное, не хватит. И буквально немножечко совсем не хватает. Ну, давай ты быстрее. Как же... Нельзя сразу вот все применить скопом. Нет, надо вот по одной тыкать. Ладно, давайте применяем и смотрим. Ух ты, довольно неплохо, ребят. Атака повысилась, скорость, здоровье. На одиннадцать пунктов подросла. И защита. Так. И общее шестьсот девять. Ну, что ж, я, в принципе, доволен. Не зря мы вливали пробирки. Так, ежедневное задание заберем. Так, сколько у нас тут кристаллов сейчас? Восемьдесят пять. В принципе, ребят, нам хватает на то, чтобы открыть какой-нибудь сундук. Так, давайте тогда мы с вами... Может быть, этот? Но он довольно сильный. Так, а кто-нибудь послабже-то есть? Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Кто-нибудь есть послабже, а? Блин, хочется золотой, конечно же. Ну, я даже не знаю. У них тут по четыре звезды у всех там. Так, ну, можно, в принципе, наверное... Так, тут ноль секунд. Этот мы не будем трогать. Вот этот давайте. Так, Фогарн, Банни здесь, Мейжор и Элмор. Ну, я думаю, что с ними-то мы справимся. Так, надо нам взять вот так и свинью нашу. Блин, мне нужно как-то этого пига прапать. А для того, чтобы прапать, нам нужны билетики, естественно. А билетики у нас... Я уже не помню, на какой рулетке открывается. В общем, мы это попозже немножечко с вами глянем. Так, минус семьдесят семь. Урона по Банни. Интересно, добьет бойскаут или нет? Нет, не добил. К сожалению. Ах ты, что это творит? Ну, давайте ударим. Думаю, что рано еще нам отхиливаться. Так, а вот теперь, думаю, надо встать в стойку. И уже потом будем делать хил. Сейчас мы Банни разбираем. Так, Элмор делает викашет. На кого я только не понял. А, ну да, у нас же Фогарн защитит. Поэтому только на него. Тогда получи. Тридцать три и двадцать три. Ну что ты, что ты тут затеял опять, а? Оглушил. Оглушил он мне Фогарна, вы представляете? Значит, он сейчас не сможет вообще ничего делать. Элмор-то оказался салагой. Разобрали мы его. Вот теперь можно и хилиться. Так, что он там делает? Критический удар. Ну уж нет. Получи. На сто двенадцать мы его. Лупанули. Ну и Фогарну здесь, конечно же, все. Не справится с нами. Нас здесь слишком много, а он один. Поэтому. Извините. Да-да-да-да-да. Именно провокация, защита. Она тебя так прямо и спасет. Все. Победили. Интересно, сколько у нас сейчас сундук потребует кристаллов на вскрытие. Давайте-ка посмотрим. Вау. Откуда-то достали прям из цепей. Ну-ка. У нас там восемьдесят пять было, да? В принципе, можно открыть. Погоди, а... С какого лешего-то? Почему ты не активируешься, а? Да не хочу я покупать. У меня хватает самоцветов. Да что за глюки-то такие, а? Слушайте, давайте тогда мы откроем обычный сундук. О! Тут вообще за двадцать можно его открыть. Даже еще и выгоднее нам. Деньги, опыт. Кстати, большая пробирка опыта. Надо будет ее использовать. И тогда назначаем просто-напросто вот этот сундук сюда. Вот, в принципе, мы и разобрались с этой ситуацией. Ну, а теперь уже, наверное, точно, ребята, будем крутить с вами рулетку. Так, смотрите, здесь у нас что? Так. Так, ковбой. Бойскаут. Давайте, наверное, ковбоям мы. Так, что у него тут можно сделать? Можно его проапать. И у нас, получается, четвертая эволюция. Парад быков. Слушайте, довольно неплохо. Наносит тяжелый урон выбранному врагу. А что у нас еще есть? Так, у нас можно... Бани не хочу. Элмора не хочу. Дафи. Слушайте, ну, наверное, мы с вами... Это тут что? Так, кошачьи рефлексы. Это пассивный скилл. Нет, слушайте, я думаю, что это нам пока не пригодится. И мы все-таки сделаем ковбоя. Мы быком очень часто пользуемся. Поэтому давайте его повышать. Эволюционировать. А на пятой эволюции у нас откроется двойное уклонение. Это пассивный скилл. Плюс новый костюм какой-то будет открываться. Слушайте, да. Стоящее дело, между прочим. Все, отлично. А тут у нас не хватает совсем немножко, ребята. Смотрите. 20 наковален. И нужно 30 листочков. Ну, я думаю, мы насобираем это все в дальнейшем. Так. Не хватает чуть-чуть, конечно, нам поднять ему уровень. Но и так хорошо. Он уже у нас все-таки будет иметь новый скилл. Уже прокачанный. Так что. Все, как говорится, хорошо. Ну, а теперь давайте крутить рулетку. Ферма, ферма. Слушайте, а может быть лучший городок покрутим, а? Здесь все-таки намного больше новых персонажей. Так, кто нам выпадает? Ага. Банни-парикмахер. Ну что же, неплохо. Опачки. Ну, еще 6 карточек, и мы сможем его проапать. Опа. 4 карточки на фотографа дали. Кстати, тоже там немного осталось для апа ему. Так, Гектор полицейский. Ну, здесь очень много еще. Ах ты, елки-палки. Ну что, сейчас будете на нем, что ли, зацикливаться? Такое впечатление. А, нет, смотрите-ка. На парикмахера. 100 карточек нужно, а? Так, а здесь кто? Камейжер. Вот так вот, замечательно. Елки-палки. Еще 4 фишки, и он будет у нас открыт. Еще 2, ребята. Еще 2 осталось. Блин, я хочу, чтобы на него выпало. Ага, конечно. Все на Гектора падает. Ну, есть, ребята. Ну-ка. Все. Я нас поздравляю. Мы сейчас с вами проапаем нашего Свинтуса. Так, и Пенелопа. Пенелопа у нас еще нету, ребят, кстати. Опачки. Ну, дадите еще одну карточку. Жетончик на нее. Нет. Сказали, обойдешься. Но, тем не менее, мы можем с вами улучшить. И улучшить нашу Свинью. Так, где он? Ага, вот он. Давайте его повышать в ранге. Он у меня получает вторую звезду. И, смотрите. Елки-палки. Довольно-довольно хорошо. Все прибавилось. И здоровья у него побольше стало. Ну, что же, Поросенок, поздравляю тебя. Ты уже у нас крутой практически. Ну, 2 звезды имеешь, и это уже хорошо. Так, что здесь такое? Ну, естественно, мы это забираем все. Так, шикарно. 80. Ага, даже 92 самоцвета у нас. Мы можем с вами открыть сундучок. И это будет у нас какой-нибудь... Давайте вот этот золотой. Посмотрим, что в нем выпадет. Ну. Так, деньги, опыт. Опыт большой. Это хорошо. Все, это забираем. И мы пойдем с вами драться дальше. Нам нужно заработать на сундук. И, естественно... Так, подожди. Вот так мы тебе сможем поднять? Хотя бы один уровень. Нет, не хватает маленько. Ну, ладно. Зато в будущем меньше придется в тебя вливать. И переходим на очередной бой. Так. Ёлки-палки. 3000. Ядрить его на корень. Я давно таких не видел мощей. Ха-ха. Довольно сильный-сильный оппонент. Смотрите, 21 уровня у него баксбаня. Обалдеть просто. Так, ну что же. Выбираем свинью. В общем, все, как говорится, по стандарту. Нет. Гектор, ты мне не нужен. Вот. Мне нужен мой защитник Фогорн. Так. И понеслась. Сколько? Я не знаю. Два боя сделаем или один? Ну, посмотрим, короче. Так. Давайте вначале мы ковбоя уберем. Потому что он будет своих быков тут. Минус 104. Довольно неплохо ударили мы. Давайте вазаночкой. Опачки. Вот это новость. Он уклонился. Ну, свинюшка-то моя, по-моему, его добила. Да. Их осталось трое. Разберем всех. Тут без проблем сейчас. Давайте начнем, наверное. Дафи замедляет. Поэтому его и будем. На соточку. Ну что ты? Пришел ты сюда. Да. Хе-хе-хе-хе. Добиваем Дафи и... В принципе, возьмем Банни в оборот. Так. Он со своим динамитом здесь, а? Ну, хитрожопой. Ладно. Получи тогда ответочку. Повысил он себе атаку. Она тебе не понадобится, братишка. Вот вазаночка тебе. И уже остался только лишь один Фогарн. Почему Фогарна мы всегда разбираем в последнюю очередь, ребят? Потому что он довольно жирный. Тем более, когда вот он делает вот такое. На мало ХП, когда остается у него. И его очень тяжело разбирать. Поэтому лучше разобрать, кто есть в команде послабже. А потом уже его. Так. Получаем. Магнит. Опыт. Ну и, соответственно, сундук. А сундучок нам этот придется, по-моему. А, нет. У нас же есть место. Че я? Давайте-ка назначать. Я уже подумал, что нам придется его выбросить. Но нет. Так. Охрана. Ну. Все. Отлично. Охрана у нас выставлена. Ну что. Можно, в принципе, наверное, крутануть. Как говорится, была не была. Опа-на. Так. Пять фишек получили. Да неужели, ребята? Все. У нас появился новый персонаж Пенелопа. И карточка на порке. Так. Нет. Больше я покупать ничего не буду. Естественно. Естественно. Мы будем ее активировать. Та-да-да-дан. Та-дан. Вот он. Наш новый персонаж. Не забывайте, что у нее врожденный у ворот. Так. Ну-ка посмотрим. Ага. Видите. Она может контактировать вот с этим вот чувачком. В Тюнстауне. Типа дружить с нашим Пепе. Ладно. Так. А здесь у нас... Оу. Давайте, конечно, сделаем. Когти. Это она... И смотрите. Кошачье проворство. Пассивный скилл, который дает Пенелопе у ворот от вражеских атак. Вот о чем я вам, в принципе, и говорил. А потом идет Параноик. Пассивный скилл. Параноик. Елки-палки. Ну что же. Я очень рад. Эта серия у нас прошла не зря. Мы открыли с вами Пенелопу. Так. А здесь... Оу. Здесь еще очень-очень много чего надо. И, в принципе, все идет на начальных уровнях. Так. А здесь-то что у нас? Опа. Тунс. Я что-то такого, ребят, честно говоря, не помню. Ага. Здесь можно за самоцветы покупать фишки. Да. Конечно, дорого все стоит. 30 фишек. Ага. Открывается. Ну, 875. В принципе, можно накопить. Но тогда мы не сможем с вами открывать сундуки. Это где-то 10 раз по 80 самоцветов. Оу. Целую кучу заданий придется нам с вами выполнить. Так. А здесь что у нас с построением? Так. Мы можем построить особняк Пенелопы. Конечно же, будем это делать. Домик ей нужен. Поэтому. Так. А что еще? Я могу что-то сделать еще. А. Сразу же сделать улучшение. Конечно же, будем делать. О, ребят. Смотрите-ка. У нас скоро с вами 20 уровень. Ну, в принципе, как-то так. Ну, что же, ребята. Наверное, на этом я буду заканчивать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы уже продолжим с вами играть в следующей серии. А на этом все. Всем пока. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...